Доброе утро, дорогие друзья! Вчера у меня была супер стирка грандиозная! Ну, немножко светлого, немножко темного, думаю, ну что я ее буду вот это копить, взяла и сразу постирала. Ну, я имею ввиду отдельно, но две стирки в день было. Посмотрите, что у нас творится на улице. Мороз. Вы подумаете, что может быть окна запотели? Нет. На улице туман. Туман похож на обман. Если верить Яндексу, да, прогнозу погод, погод, погоды, то минус два. Ну, что-то как-то вот такой туман и прохладненько. мигает. Время сейчас 10. Вот 11. 10 часов, 11 минут. А я уже сходила в магнит. Конечно же, заказала доставку с утра, с 9 часов. Сейчас посмотрим, что я там опять заказала. Надо мне убрать оладушки. Вот видите еще сколько их, оладушков. в морозилку надо отправить. Так, что-то у меня стол в крошках. Надо его протереть. Конечно же, я бы, если бы одна пошла в магнит, я бы столько не принесла. Приходят молодые люди, прям молодые. Такое впечатление, что студенты приносят пакеты с продуктами. Ну, тяжеловаты, конечно, эти пакеты. Что я тут выбрала? Выбрала бананчики. Давно не покупала бананчики. Выбрала помидорчики. Килограмм помидор здесь. Давайте посмотрим. Помидоры по 189, по-моему, в магните. Что они из себя представляют? Нормальные, хорошие помидорки. У меня есть еще те помидоры, которые я сама покупала в магните, но я сегодня хочу приготовить что-то такое типа борща. Вот. И в общем эти помидорки использую на салат, а те покраснее, они прям уже такие спелые-спелые, прям смотрите, какие красные. Они хорошие, не пропавшие. Смотрите, сколько набрала лука. я вообще выбирала лук в сетке, но они мне положили без сетки. И посмотрите, на самом деле лук очень хороший. Как бы луковичка к луковичку выбрали. Молодцы! Что там говорить? У меня лук идет в ход вообще очень сильно, поэтому не страшно, что мне стоит такое количество лука. Ой, смотрите, сколько лука. Ну, ничего. Так, выбрала хлебушек, только из-за хлебушка я и собственно и заказ делала. Ну, не только из-за хлебушка, но хлеб тоже заказала, потому что надо в морозилку отправить. Так хорошо в морозилку отправляешь, если нет возможности сходить в магазин. А у меня лично возможности нет. По какой причине? Вы знаете, у нас ходит такой вирус, Наташа заболела очень-очень, она прямо уже, наверное, с неделю сильно-сильно болеет, температура не падает, пьет антибиотик, говорит, сил нету, даже ходить по квартире. Вот так вот. Вы выписала вот такой клей-момент. Представляете, у меня треснула крышка на унитаз. И теперь у меня дилемма. Я посмотрела на Валберес, на Валбересе такой, такая крышка стоит 1700. У меня-то вес, дай Боже, больше 120 килограмм, 123. если быть честной до конца. Вот выбрала такой момент. Не знаю, поможет он мне или нет. Хочу попробовать эту трещину приклеить, пока не поздно. Вот. А у меня называется этот с лифтом крышка. Она от 1700 и выше, представляете? Что-то как-то интересно. Без крышки. Крышка от тюбика открытая. он там не сухой интересный. Стоит 19 рублей. Вот. Еще я свои любимые шейки заказала. Хотела шейки. 300 рублей опять скидка была для меня. Может для всех, но я думаю, что для меня. И получается я выбрала на полторы тысячи, 300 рублей с меня сняли, бесплатная доставка и у меня вышло на 1200 там чуть-чуть с копейками. Потом я вот такое молочко купила 4 упаковочки. Там сейчас получается, что раньше они бесплатная доставка была от 500 рублей, потом сделали от 1000 теперь уже от полторы. И от полторы, если ты на полторы тысячи набираешь 300 рублей, тебе идет скидка и бесплатная доставка. Но мне так крайней необходимости не было допустим покупать водичку. Я водичку свою любимую еще купила просто для того, чтобы добрать сумму. Ну какая разница, что я сегодня ее купила или может быть завтра. Я уже рассказывала, что я покупаю в бутылках водичку, запиваю таблетки. Ну иногда там что-то очень захочется пить. Я пью ее и на ночь ставлю около своего ложа. Иногда горлышко пересыхает, тем более сейчас в квартире влажности практически нет. Я не знаю, у меня влаговлажнитель, увлажнитель воздуха работает круглыми сутками 22 градуса процента поднимается только. Ну и конечно же я купила свою еще одну водичку, которую я пью на постоянной основе, вот такую вот. Когда у меня начинается, у меня же желчного нет, когда у меня какие-то там дискомфорт начинается с желудком, попью ее и прекрасно мне все отлично. Вот. дорогие друзья, такая у меня покупочка. Ну, а я пошла вязать салфетку дальше. Не могу оторваться. Дорогие друзья, случайно нажала не на ту кнопку и у меня выскочило ну, вот такое окно. Вот видите, случайно вот если вы здесь первый раз, то подписывайтесь. И первое, что мне вышло, это вышла цветочная скатерть, на которой у меня есть мастер-класс. Это первое, это дзен. Второе, ютуб. Дальше, одноклассники. А далее, я вообще не понимаю, что это за такие сайты написано. ТВ Кихо в какой-то ком. Представляете, размещается, где мои видео. Дальше. Дзен, дов. Ну, короче, не понимаю я. Дальше. Дальше вот такой какой-то сайт. Еще вот такой вот сайт. Ру видео сэс. Вот. Вы посмотрите. Какой-то old youtube ком. Я вообще в шоке от того, где только не размещается мои видео. Вы представляете? Так, а вторая? На второй где? О, здесь тоже. Ну, на рутуб это я, да. А дальше уже да, вот, посмотрите, тоже получила три удовольствия. Это мое видео. Горжусь собой. Это тоже мое видео. Вот. Какой-то youtube тв. Ну, мама дорогая, тут можно найти еще бы узнать сколько, а нигде же ведь оплата не идет, а люди смотрят. Вот так вот зарабатывает на нас. Ну, не знаю, может, я что-то не понимаю, но вот, я вам показала еще, думаю, если я вам просто расскажу, вы не поверите. А на самом деле, вот, посмотрите, что делается. Да, я еще хотела по поводу своего интернета рассказать. очень довольна своим провайдером Билайн, это не реклама, ни разу. Просто вот, смотрите, я, допустим, хочу открыть новое окно. Я его открываю, моментом оно у меня открылось. Хочу открыть Дзен, да? Вот, Дзен у меня практически открыт. Вот вам, пожалуйста. это мой канал второй, где у меня сейчас грузится видео, новое видео. Если я хочу открыть YouTube, вот, буквально за какие-то секунды у меня все грузится, абсолютно все грузится за какие-то секунды. Так. Ну, давайте вот это красивое видео. Видите? Секунду могу показать. В общем, у меня все загружается очень быстро. Вы мне говорили, что, типа, у вас столько открытых окон, этого влияет. Ничего не влияет. Это вот у меня открытые окна, те, которые, ну, я еще не посмотрела. Сглазила. Сглазила. Обычно быстро открывается. Ну, тут у меня много чего того, что я не посмотрела. Вот, например, полный курс по телеграмм, заработок оказывается, люди зарабатывают и в телеграмм. Вот еще фабрика Воротникова Дристудия не посмотрела. В общем, то, что я не посмотрела, вот, тоже, как стать блогером и т.д. и т.п. То, что я не... Вот, по поводу ковровой вышивки, тоже, то, что я начала смотреть, осталось там совсем чуть-чуть, я не досмотрела. как работать ковровой иглой, такой красивый мотив, канал Мама Вяжет, это вот их я отвечала. В общем, вот так я и работаю. Итак, дорогие друзья, день пролетел вообще незаметно. Я сняла и выставила. Ну, я не буду говорить, что это мастер-класс, как таковой он неполноценный. Скажем, разъяснение, как я вывязываю петли вот после того, как отвязала пяточку, да, и мы должны вот здесь поднять петли и вывязать клин подъема. Я все это сняла, все рассказала, все показала. В общем, выставила на втором моем канале и вы можете уже пройти и посмотреть. Вот, естественно, когда снимаешь мастер-класс, нужно внимание и прочее. Очень меня подвел мой телефон, даже не знаю, что случилось, может, из-за того, что здесь красная как раз попала пряжа, но дергался, ну, ничего, фокус туда-сюда прыгал, как сумасшедший. Но я думаю, что все равно вы там увидите, как это все я сделала. Возможно, будет вам в помощь. И после того, как я сняла мастер-класс, естественно, я его отредактировала и выставила, и пошла вязать свою любимую салфеточку. Смотрите, что я на эту минуту изваяла. Вот вы не поверите, вот это вот, вот эта вот часть у меня заняла оставшееся, оставшееся время до этих съемок. честно, я не помню, что я вам там вчера показывала, но на сегодняшний момент салфеточка у меня такая. Значит, с прочтением схемы у меня немножко произошло невосприятие, скажем так, потому что схема такая странная. Вроде как и схема, и в то же время не схема. Например, обозначение вместо воздушных петель просто дуга, и нигде не описано, сколько там воздушных петель. Я пыталась разыскать в интернете пояснение, но так и не нашла, и в общем стала сама придумывать. Да, 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 вот это вот я напридумывала сама. Уверена, что вы нигде не найдете такой узор, который придуман. Ай, я не могу сидела, несколько раз распускала, чтобы у меня получилось вот так красиво. Не знаю, может вам не понравится, но на мой взгляд очень даже симпатично. Ну, во-первых, я вяжу для себя, и поэтому вот так вот у меня. естественно, вот это все связано по схеме, а вот эта вот часть, это уже моя импровизация. Немножко фолдит, но ничего, она потом выровняется. Конечно же, все это потянется, все это растянется, это плотная вязка, и в общем, я думаю, что все будет хоккейно, хоккейно. вот, кроме этого, я ничем на сегодняшний момент не занималась, и заниматься не хочу, потому что, ну, конечно же, съемка отнимает много времени, я имею в виду съемка мастер-класса, это у меня ну, полдня практически все это, как говорится, потеряно, естественно, если снимаешь мастер-класс, значит, ты не вяжешь, если не вяжешь, значит, нечего показывать, ну, все в круговороте. мастер-класса, Субтитры сделал DimaTorzok